Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro. Игра на FK Arena. И в этом выпуске мы проведем обзор нового персонажа из фракции Dimension, или же пространственные герои из других измерений, Бабы Яги. Доступна она сейчас на тестовом сервере, где мы сейчас и находимся. На тестовом сервере обновления выходят примерно на 5 дней, и плюс-минус пару денёчков раньше, чем на основных глобальных серверах. Итак, вот она наша красотка, да? Мелусина! Я, честно сказать, в принципе, не то чтобы сильно изучал скандинавские народы, там, славянские народы, да, вот, средних веков и так далее. Ну, такого имени я, честно сказать, нигде не встречал. Где его нашли разработчики, мне непонятно. Ну, в целом, да, интересно, подошли к проекту Мелусина. Итак, образ персонажа, да, чем-то похожа на тётеньку Флору, да, которая летала также на чём-то подобном, только здесь вот какая-то ступа, да, у Бабы. Но не метла, а какой-то посох, типа с куриной лапкой. Ну, в целом, в целом, образ мне понравился. Да, действительно, сделали качественно. Но, что касается немножечко героя, да, что за герой? Как сегодня будем его просматривать? Посмотрим сейчас бегленько навыки, что там, где и как. Обсудим некоторые моменты. Затестим персонажа, конечно же, в основной локации, именно в компании, в битве на арене героев. Обязательно арена испытаний пройдём с этим персонажем. И немножечко даже обсудим его возможные комбинации с другими персонажами. Итак, что же за история такая? В общем-то, история заключается такова, лор по персонажу, что потерялся какой-то Кент. Вот, он там какое-то расследование своё проводил, да, за деньги. Потом этого Кента начал искать дружба. Вот, так же там, искал его, искал, в итоге нашёл всё-таки в лесу Бабу-Ягу, где всех, скажем так, и съели, а точнее высосали жизнь, молодость высосали. Ну, что происходило? Короче, в опасной деревеньке сбрасывали всех детей в лес. И вот Баба-Яга давным-давно также пострадала от жителей этой деревеньки. Вот, но потом стала, в общем, опасной колдуньей. Вот, и всех, кто попадал в лес, вот, очень сильно убивала. Вот такая вот тема. Ну да, о навыках давайте поговорим. Посмотрел я навыки, честно сказать, ну, не впечатлился. То есть, нет такого сразу вах! Прямо, ну, ух! Такого не было. Почитал, да? Да, то есть, в целом, что происходит? На середину поля боя появляется избушка. Бьёт всех и оглушает. Вот, затем наносится ещё дополнительный урон. Ну, оглушение на 3 секунды, но это реально мало. То есть, 3 секунды это оглушение для какой-нибудь просто особой способности. То есть, ну, не для ультимейта, ребят. Сделайте тогда, ну, сбивает с ног на 2 секунды, а потом ещё и на 3 оглушает. Или, ну, я не знаю, ну, как-то поинтереснее. С 3 секунды максимум оглушения мне чё-то не зашло. Далее. Коварная избушка. Вот, урон также по области наносится. Вот, оглушаются. Так же, как и в первый раз, да? Вот, и падают. И наносится дополнительный урон в размере от 2 до 6% от максимального здоровья цели. И вот, как бы, здесь мне, ну, вообще не зашла эта тема. Почему? Потому что дополнительный урон не может превысить 200%. Зачем это писать, как бы? Если мы будем использовать героя против каких-нибудь, ну, средних целей, допустим, там, на арене, то вот эти 2-6% это вообще ни о чём. Если мы их будем использовать против каких-нибудь целей в компании, там, где оверлевел слишком большой, то там хотелось бы всё-таки получить максимальный бонус, да, вот, а именно 8% он составляет. Вот, по крутым каким-нибудь бойцам, у которых 200% атаки мелусины, это вообще ни о чём. То есть, не понравился этот навык так же. Да, в целом, заточка двух навыков пока что идёт на контроль. Вот так. Третий навык – разбрасывание различных бутылочек. Есть и хорошие бутылочки, да, в частности, мне понравилось то, что в качестве дебафа сжигается энергия. Вот, отнимает зелье слабости по 125 очков энергии в случае прокачки гравировочки на плюс 30. 125 энергии – это хорошо, это прям вот отлично. Вот. Ну, остальные зелья так себе-то. Зелья замедления, ну, вроде прикольно, но тоже не супер. Вот, поэтому... Как-то не зашёл мне третий навык полностью. Кража душ. Вот такая вот тема. В общем, что происходит. Мелусина крадёт часть урона, да, и защиты от цели. Вот так вот. В целом хорошо, то есть, в целом отлично. Вот. Но этот навык, кстати, усиливается именным предметом. И опять же, гравировочкой на плюс 60, вот, мы можем открыть четвёртый уровень. Вот, то есть, мы можем одну и ту же цель два раза бомбануть кражей душ. Именной предмет очень-очень интересный, да, в том плане, что может быть прокачан до плюс 40, но мне что-то подсказывает, что мало кто это будет делать реально, потому что герой не настолько прям имбовый сейчас, во всяком случае, выглядит. Когда способность кража душ в течение времени отнимает атрибуты у противника, она также каждый раз будет отнимать у него 30 очков энергии. Способность кража душ, напомню, срабатывает раз в 2 секунды. Вот так вот. Затем по 80 очков энергии. В целом, очень-очень хорошо. Почему? Потому что мы можем использовать этого героя, допустим, с такими мощными злодеями, которые уже накачивают энергию, да, к примеру, вместе с Фераэлем, вместе с Оденом. И вот третьим героем второго ряда поставить именно Бабу-Ягу. Дабы совсем уже выкачать всю-всю-всю энергию у всех противников, не дать им мультануть. Вот, в первый ряд же закрыть, допустим, Артуром, так, чтобы прям надежно было. И еще каким-нибудь злодеем, типа Грежула, для фракционного бонуса, например. Так, далее, что мы получим? На плюс 30, если мы откроем, вот, что происходит? Вот, когда противнику возвращаются атрибуты, похищенные с помощью способности Кража Душ, они восстанавливаются полностью. Но при этом Мелусина навсегда сохраняет уровень возвращенных атрибутов. Вот так. То есть, по сути, что происходит? Все то, что вот срабатывали навыки, да, теперь будет бонус держаться до конца. Единственное, что мне вот не понравилось, вот эта приписочка, значение каждого сохраненного атрибута не превысит 20% от собственного исходного значения. Я так понял. Что, допустим, вот у нас сейчас 50 тысяч, да, вот по урону. Плюс 20% это 10 тысяч. А, допустим, у противника урон 400 тысяч, да. То есть, сохраненный атрибут, получается, будет всего лишь 10 тысяч. Ну, как-то слабо тоже, вот, блин, взяли ее и ограничили очень-очень сильно. Поэтому пока что не очень. Так, заходим уже в эксклюзивная мебель, вот здесь вот поинтереснее. Когда Мелусина впервые получает смертельный урон, он игнорируется, а героиня возвращается в свою коварную избушку. Там она восстанавливает здоровье в течение 5 секунд. Мелусина восстанавливает по 10% очков здоровья за каждое предшествующее применение навыка Кража Душ. Восстанавливается не менее 30% здоровья. Когда действие навыка заканчивается, Мелусина возвращается на поле боя. Вот так-то. 9 из 9 даст возможность нам восстанавливать также еще и энергию. Вот, не менее 600 энергии восстановит героина. То есть, в принципе, это, скажем так, уже не первый герой-неваляшка из этой фракции, но также приобрел такой эффект, то есть неубиваемости, во всяком случае, в первый раз. Ну да, давайте затестим этого персонажа сейчас уже здесь, вот на арене испытаний. А затем уже возьмем на прокат и потестим в локациях. Так. Начинаем битву. В принципе, вот Мелусина нам боец второго плана. В принципе, можно здесь обойтись вот для прикола вот такие вот поставил команды, да? Чтобы посмотреть, насколько же все-таки хороша героиня. Ну, такой формат возьмем. Мелусина в избушке. Вот так вот избушка бомбанула, вот так бомбанула. Но нас выбили. Эта команда победит. Сейчас я переставлю просто команду и затем уже продолжим. Да, тут просто чуть-чуть поспешил. Нужно было Горва во второй ряд поставить. То есть вот такой вот формат у нас команды получился. Поставил просто Горва во второй ряд. Вот на его место поставил Мишку, а на место Мишки поставил Укунчика, который, в принципе, также очень-очень интересный. Но, как вы видите, первый блин комом, то есть особых уронов здесь не было. И, в принципе, герой, ну, не раскрылся в этой команде. Хотя в команде были персонажи с эффектами оглушения, с эффектами различных дебафов. Но персонаж не раскрылся. Ну, так. Продолжаем. Наш крестный ход. Так. Не тот, да, не тот. А где тот тогда делся? Злодей. Если это не тот. Не пойму. Давайте уменьшим чуть-чуть масштаб. Да, видимо, сюда нужно было бежать. В принципе, все устраивает. Вставляем команду. Слабовато. Слабовато прям. Развалили. Вот это да. Вот это развалили. Так, сейчас перебью немножко команду. Да, такой командой с первого раза и без проблем затащил. Получилось так же. Здесь герой, в принципе, не раскрылся. То есть урончик был, ну, так себе. Енот вытащил всю команду. То есть всех перебил. Получился вот такой вот у нас формат. Ну, возможно, здесь горло как бы не очень был по эффективности. У него, конечно же, есть эффекты контроля, да, там оглушения, всякие, хорошая выживаемость. Но, возможно, он здесь как-то вот что-то медлится. Это уже второй бой. Уже команда чуть-чуть изменилась. И персонаж пока что не раскрылся. Вот нам предлагают использовать героев. Не валяшек. Так, 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 так. Ну, в принципе, блин, нару я бы все-таки использовал. Чтоб Одена прессануть. Ну, ладненько. Попробуем пока так, а потом посмотрим, что получится. Если что, поставим Одена. Другую ячейку. Напротив Одена противника поставим нару. Что-то как-то быстро. Так, а ну что у нас по статистике-то получилось? Ну, вот здесь другой вариант. Да, действительно, уже поинтереснее. То есть, во-первых, быстро сработали. Но здесь было еще у нас и фракционное преимущество. Все-таки против Носителей Света сыграли. И герои были, ну, не самые топовые. Да, то есть, взять этого злодея Уокера. То есть, не самый топ. Ладненько, едем дальше. То есть, смотрим, что же у нас там. Во второй пачке. Под эту команду. По заточке. Так, ну, здесь, кстати, да. Кстати, интересно. Ага, вот так вот сделаем. Ну, пожалуй, пожалуй, так сделаем, да. Вот здесь, да, действительно поинтереснее за команда. Блин, энергия выкачивается быстро и сильно. Блин, а что происходит? Я даже комментировать не успеваю. Бой уже заканчивается. Ну да, в компании все-таки с Оденом, в компании с Фераэлем, в принципе, герой раскрывается. Мощный толкатель. Вот, как этого героя забыл Трэзнер, да. Очень-очень интересен в такой формации. Ну и Дэймон, смотрите, и станковал хорошо, и, в принципе, еще и уроны нам нанес. Молодец. Да, возможно, в компании при оверлевеле высоком, как бы, не зайдет такая пачка. Так, а здесь нам предлагают потестить персонажа в команде вот таких вот злодеев. Так, хотя, хотя, я бы, наверное, чуть-чуть по-другому поставил. Ну ладно, тоже хороший злодей. Здесь, в принципе, тоже нормально. Угу, тогда сделаем вот так вот. Вот так вот, и сделаем, пожалуй, вот так вот. Попробуем обойтись малым прохилом. Попробуем использовать большой урон. Сказать, быструю пачку. Да, распылили, распылили быстро. Вот, здесь действительно хорошо сработало. Но, опять же, хорошо сработало все-таки гвинет здесь. И контроль внесла, и урон большой был. Но, опять же, героев контроля, героев дебафа, в принципе, к которым и относится Баба Яга, нельзя оценивать по сухой статистике, которую, вот, смотрим циферки, да, три основные шкалы. Это неправильно. Потому что бафы и дебафы, они здесь не отображаются. То есть, как бы, в принципе, они не оцениваются здесь. Так, здесь, 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 здесь вот так вот давайте сделаем тогда. Блин, тут тоже вот эта тетенька. Ну, ладно, попробуем так. Все равно, в принципе, в пеге центр подойдет. Центральная цель останется. Вот сейчас, например, да, был мощный такой вот массовый урон и эффект контроля. В итоге сбил напор команды противника. То есть, они начали уже продавливать нас, и все, и как бы дальше уже захлебнулись. Да, вот здесь конкретно раскрылся наш персонаж на максимум. Прям и удачно ультимейт прошел, и мощный получился общий урон. Так, в целом, по персонажу, ну, наверное, вот где-то 4 с плюсом, 5 с минусом, наверное. Где-то так поставлю свой личный рейтинг по этому герою. Но, конечно, нужно тестить именно в компании при оверлевеле. То, что на битвах с боссом использовать этого героя точно нет. Это факт. То есть, там даже пробовать мы его не будем. Так, тестим далее. Прибыльные испытания и прибыльные испытания. Но нас интересует... А, и тестовый герой. Блин, точно. Он-то только на следующий день выходит. Вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да. Точно. Забыл об этом. Что сегодня затестить не получится. Но, в целом, вот мне понравилась все-таки пачка с могилками. Вот. И понравилась пачка с пространственными героями. То есть, там вот больше всего было вот таких интересных моментов игровых. То есть, эффективность персонажа была крайне высокая именно в этих командах. Еще раз давайте придем к нашему герою. А, кстати, что касается обмена, да, этого героя. Где же его там че и как? Стоп. Вот он у нас. Да-да-да-да-да. Это он там не появился. А здесь-то он появился. То я думаю, я же точно смотрел где-то его. Что касается обмена персонажа. Сейчас, вот как вы видите, да, кнопочка обмен. Она не горит. Но это я для новых игроков рассказываю. Она загорится в последнюю неделю обмена. Вот так вот. То есть, сейчас приобрести можно героя лишь за донат. Вот такая вот особенность. Вот здесь нам предлагают приобрести персонажа за различные ресурсы. То есть, в принципе, какие есть у вас ресурсы, такие закидывайте. Но рекомендуется использовать ресурсы. Вот по последней мете. Почему? Потому что, к примеру, монеты гладиатора сейчас они в дефиците. То есть, желательно, конечно, от них отказаться. Вот. В пользу, например, монет лабиринта там и других. Почему? Потому что, как я уже сказал, гладиаторские вот эти монеты чемпионского магазина, они в основном уходят на героев небесных и подземных. Которые очень-очень дорого стоят и очень долго собираются. Поэтому я бы все-таки поберег эти монетки. Но если, понятное дело, не хватает монет, тогда вкидываем и эти тоже. Вот такая вот особенность. То есть, есть два месяца для того, чтобы собрать этого героя. Проблем, я полагаю, никаких не будет. Вот, поэтому забирайте. Все, отлично. Так, позиционируется герой как взрывной урон. Ну, в целом, что-то было такое. Да, согласен, что-то было. Переходим теперь же непосредственно к прокачке персонажа и уже к более детальному тесту. Да, нужно подвязать. Подвязать нужно к какому-нибудь донору. Серьезному причем. Так, кто у нас тут из свободных остался? Но с Фераэлем мы не будем. Ну, наверное, вот... О, вот с этой тетенькой. Все, слияние душ. Отлично. И гравировка, и все остальное. Так. Пробный герой сразу же прокачался. Вот, то есть, приобрел минимальные какие-то, да, свои фишки, свои вот усиления. Отлично. Тест продолжается. Теперь уже будем тестить его в команде противников. Так. Ну, тоже, да, как бы взять Артура и сказать, вау, смотрите, как все получилось. Но хотелось бы все-таки затестить в этой команде именно этого персонажа. Где-то Белинда используется. А, Скрэк. Скрэк Белинда. Да, Белинда где-то использовалась. Так, сделаем. Сделаем вот так вот тогда. Блин, ну, тут, конечно, тоже, да, неудобно получается. Ладно, ладно, ладно. Так, у меня, в принципе, Таоден не очень прокачан, да? Поэтому. Это неудобно, чтобы стоять против меня. Затем в тюрьме. Я неудобно. Эмик, где ты? Так, давайте-ка урончик проверим. Да, урончик был хороший, однако. Да, хороший, но не с чем сравнить толком, да? Хотя, если сравнивать с противниками, то мы прям вообще отличились. Интересный, интересный подход. Попробуем еще раз. И сейчас немножечко переработаем команду. Решил не перерабатывать, а просто перезапустить. Урон стал выше. Подтянули нашей нару, нару противника. И немножечко даже продвинулись. Почти всех выбери. Ну, кильтур, конечно, да, молодец. Хорошо сработал. Да, отлично. Отлично зашла. То есть команда... Все-таки кильтура нужно было локализировать. Нужно было его... Ну, не дать ему развиться. Вот такой вот у нас формат получился от битвы. Ну, конечно, здесь Дэймон хорошо притянул. И хорошо сработала основная наша героиня, да? То есть Баба Яга. Сработала четко. Что касается прокачки персонажей. То есть это тестовый сервер. Здесь у меня, ну, аккаунт, скажем так, ниже среднего по прокачке героев. Поэтому, ну, и эффективности большой выжать не получилось. Но в целом, в целом, я доволен героем. Да, действительно. Герой выше среднего по общей эффективности. Но среди персонажей, которые сейчас на данный момент есть в игре. То есть чуть выше среднего. Да, не супер прям круто. Но очень-очень интересно. Что касается вот его навыка, этого героя, да? Этого персонажа. Основного. Там, где и оглушают, и сбивают с ног. Я так немножечко подумал. В целом, есть такие персонажи, да? Которые, к примеру, там, иммунитет к оглушению там могут иметь. Вот, а сбивание с ног, это уже другой эффект, например. То есть вот такие вот фишки. Вот они в целом, ну, очень-очень похожи. И тот, и тот эффект контроля. Вот, но дублируют друг друга. Поэтому. Идея, конечно, интересная. То есть как оно там будет работать. Будет ли сбивание с ног работать как эффект, который игнорирует иммунитет к контролю или нет. Пока еще непонятно. Но в целом, в целом, мне понравились показатели героя уже в реальном бою. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы? Пишите их в комментариях и в наших соцсетях. Ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном комменте и в описании к этому видео. Пока-пока. И до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok